Донбасс В оборонном ведомстве Донбасса обвинили Киев в использовании жителей в качестве живого щита. Бойцы нацгвардии не выпускают людей из домов и фактически прикрываются ими, чтобы избежать ответной реакции ополченцев. Тяжелая ситуация сохраняется и в Горловке. Как рассказал мэр города в интервью нашему каналу, за неделю от украинских снарядов там погибли более сотни человек. Среди них 9 детей, повреждены здания больниц, разрушены 15 школ и 10 садов. Нехватка медикаментов и несмотря на тяжелое время, то есть больницы работают. Там работают профессионалы своего дела, люди те, которые тоже всю жизнь отдали медицине. По сегодняшний день даже в роддоме рождается как минимум 5 малышей. И вновь помощь для жителей Юго-Востока придет из России. Сегодня стало известно, что МЧС подготовила 12-й конвой для жителей Донецкой и Луганской областей. Грузовики привезут все самое необходимое – продукты, медикаменты, генераторы и стройматериалы. Уже завтра гуманитарная колонна отправится из Подмосковного Ногинска в Ростовскую область.